Важно для нас, можно об этом сказать, это не важно для вас. Так вот, смотрите, что произошло. Вот чемпионы, то есть это важно для нас, абсолютный чемпион по важности, это техники продаж. Потом конкурентные преимущества получилось, потом книга сценария продаж, и затем, ой, разница продаж в Тамару Фуссу. То есть, ну техника продаж вообще, все вот написали, что это очень важно. А вот аутсайдеры, которые вообще тут не работают, то есть это не важно для нас, вот что произошло. Развитие ключевых клиентов, клиентская база им не нужна была, и наши конкуренты. Ну тут немного, да, вот конкуренты, преимущество наших конкурентов, немного диссонанс. Но тем не менее, смотрите, дайте мне техники продаж, Валерия, нам только техники продаж, научите. А вот развите ключевых клиентов и так далее, нам это можно так, ну так. Я говорю, окей, ребята, если вы мне расскажете, если вы меня убедите в том, что вы прекрасно понимаете, зачем вы продаете, что вы продаете, что вы продаете, что вы продаете, да? А если вы продаете, что вы продаете, какие клиенты вам есть, нужны там и так далее, я с удовольствием займусь с вами третьим вопросом. Как мы продаете, да? То есть третий компонент. Вообще, мы вот около 10 противов по значимости занимаем. То есть вот, а что мы продаем, и как мы, что мы продаем, и кому мы продаем, это, конечно, вопросы нам намного важнее. И я написала, по-моему, у вас, да, клиент всегда прав, он еще убивает, честно говоря, вот эта фраза, до сих пор у нас тренинг проводится по продажам, по клиенту, по активности. Принцип клиент всегда прав. Если кто-то работает в сервисной конторах, клиент всегда прав, он прекрасно знает, что это совсем не так. То есть хорошо, это очень красиво звучит, да? Клиент вообще, да, все, клиент всегда прав. Ну, хорошо, а если он говорит, подними свой сзад и делай то, что я тебе не могу. Я сейчас приеду, тебе уши оборву. Ладно, вы просто бездельники, вы просто хотите собрать побольше денег. У меня огромная коллекция, это из жизни. Это из жизни. У меня огромная коллекция этих комментариев. Причем я выбрала из них самые забидные. Что здесь? Так? Да, не так. А мы долго думали. У нас вообще компания, ну, между нами. Компания, то есть категории вентах есть вот такие. Похожете и другие люди. Неадекватные люди, вообще ничего не знаю. Это же вы помните. Другой стороны, профессионалы, с кем-нибудь поработать, знают специфику нашу, да так. И между ними самая большая группа, в принципе, нормальные люди, которым нам некогда объяснить. Которые вот могут идти вот и туда, и туда. То есть, но мы придумали бы себя вот какое утверждение. Клиент имеет право на ошибку. Конечно, он не всегда прав. Конечно, он ошибается, безусловно. Его нужно учить, не нужно возиться. Капризнает. Его величество клиент. То есть, капризнает его величество. Иногда. Вот в еще одной компании, они себе, то есть, за кастомер скинг, да, то есть, клиент наш царь. Окей, хорошо, согласны. Царь, он тоже нужен. Согласна. Но клиент всегда прав. Это, ребята, негатив. Более того, это вредная штука. То есть, мало того, что она неправильно, она еще вредная штука. Почему? Потому что, если учить сотрудников, то есть, клиент всегда прав, то тогда что? То есть, мы обрубаем, что? Мы его не учим, мы его не развиваем, да? Мы ему не объясняем, он всегда прав. Да не всегда он прав. Причем, по очень многим вопросам. Нет у нас, к сожалению, времени. Есть у него, тут один человек имеет отношение вот к печенью Оксайна. Хорошо, разберемся. Овсяное печенье у завода Оксайна. Звонок поступил, то есть, в дирекцию завода. И говорит, что печенье-то у вас такое сухое? Оно же стучит. Слышь, оно... И стучать в дверь можно, нам дверь откроет, потому что оно сухое. Что за печенье такое? Да, 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 то есть, оно хорошо стучит, это печенье. А клиент всегда прав, да не всегда он прав. Почему-то, потому что дело в том, что... То есть, с овсяной мукой, оказывается, очень тяжело работать. И еще таком она становится, и вообще, то есть, такая вот, ну, трудная технология. Так вот, Оксайна, то есть, знание одного человека, знание Оксайна, который с риском для собственной жизни, короче, вытащил вот здесь у белорусов, вот этого печенья, английского овсяного печенья, хрустящего, который нужно макать чай с молоком. То есть, это вот на то и шло. То есть, оно идеальное, ровненькое, вкусненькое, хрустящее. То есть, здесь что, клиенту нужно, чего делать? Обычал, конечно. Это уже задача маркетинговой компании. Еще один кейс. Сеть ботикой филитной косметики. Планеты красоты. Планеты красоты. Я туда зашла несколько лет назад, и у меня плачевая карточка была. Вот с девушками поговорили на руках, а затем пришли к ваннук-кремам, лифтингами. Да, лифтингами у девушек, кто не знает, это вот и разгрожают, которые морщили. Так вот, девушкам у меня книжный секрет, сколько вам лет? Мне тогда было 47, я так 47, с гордостью защит плечи расправила, в ожидании крупного применения. А-а-а, и я говорю, у нас просто крем 50 плюс поступил. Я хотела вам его предложить. И в вопрос погрузились, я вообще не знаю. А-а-а, я к тому же никогда не пришла, и я сколько уже, четвертый год?